Ну что, десятая неделя у нас прошла, подсыхают вот эти вот цветущие, цветущие молодилки, вот уже основание все у них практически засохло, цветочки еще пока живут, вот они цветут по-прежнему, продолжают цвести, а уже основание, розетки сами уже, вот она сухущая, уже сухая, сухая, вот так, которая цветет. Вот, поэтому пока не убираю, пока цветочки еще есть, но в принципе уже они вот в таком завидающем состоянии, что в целом с молодила происходит у нас, в принципе колосятся, колосятся, так, чтобы какие-то именно краски появились, я конечно же не вижу. А может не вижу, потому что, конечно же я с ними постоянно, вот эти красивый очень сорт, сам по себе, яркий, насыщенный, интересный. Вот он, вот он в основании бордовенький, внешне зелененький. Вот как этот темный, 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 глянцевый, темный сорт. Прям шикарно. Это мои мохнаточки, маленькие мохнаточки, иголочки все эти. Сорта. Пойдем поближе. Вот тоже бордовенький. Они темные. Классные очень. Интересные, небольшие очень. Розеток крупных не так много. Мы до них дойдем. Вот эта более-менее крупная розеточка интересная. Эти мелкие, ну видите, какие серединки прямо салатовые стали, да? То есть наращивают зеленую массу. Видно, что наращивают активно зеленую массу. Это вот тоже интересная, очень крупная розеточка тоже. Тоже очень крупная. Тоже набирают силы. Мохнаточка. Еще одна мохнаточка. Вот видите, влаги, видимо, все-таки не хватает морщицы. Если морщицы уже, значит, точно влаги не хватает. Неужели я сейчас тоже сшиваю, что мало влаги? Вот здесь, видите, был у нас квадратик. Одну штучку отсюда забрал. Отсадил в отдельный горшок. Вот это надо, конечно, здесь кисточкой убраться маленько. Впоследствии от цветочков насыпают они семечки свои в пыльцу. На розеточки мне. Вот. Вот видите, как только набирает зеленую массу. Вот, смотрите, как красиво. Интересно оно набирает. Взялись, взялись, взялись просто. Вот это, о, какая вот это красивая. Такой центр бордовый. И темно-темно-зеленый. По периметру. Вот это вот совсем паутинка, которая цвела. Ой, какой цветочек у нее. Маленький, компактненький. Ой, красота. Где у меня гига-макро. О. Вот так вот только ловит. При резком изменении расстояние. Какие цартовые особенности. Эти вот зеленушки. Хоть бы хны. Красивая поляночка прямо. Крупные, мощные. Ну, средние, наверное. Средние, конечно же, для огорода, для сада. Она средний размер. Есть гораздо крупнее молодила. И вот пошли самые крупнички. Красивые розеточки. Большие. С иголочками по краям. Даже как будто бы как с варегатностью. Включение, что листики вот с варегатностью. А мне кажется... Это я пересмотрел, видимо, роликов про варегатность. Вот самая большая розеточка. Где-то пускает. В этот раз у нас с вами появилось еще один поддончик. Появился. Отсадил я молодилки. Вот такой вот. Он поглубже уже у нас с вами идет. Тоже купленный в фикс прайсе. Отсадил сюда. Посмотрим, как они будут здесь. В более глубоком поддончике расти. По одной штучке взял с некоторых сортов. Вот такой поддончик получился у меня. Красненькие. Зелененькие чисто. Посмотрим. Мне кажется, все надо поглубже, чтобы вот именно... Как раз вот так я сейчас и сделал. Чтобы они нормально развивались. Так, переходим ко второму поддону. Так, это у нас был северный поддончик. Сейчас южный. Здесь остались... Вот видите, прямо торчат крупный-крупный дренаж. Этот уголок у нас не развивается. Детвора кричит. Тепло стало так. Детвора теперь кричит. На улице. Вот тоже мохнатка. Красивая. Смотрите, какая шикарная. Просто божественная. Вот эти. Жалко, что... Вот это, конечно, цветет. Вот она. Цветочки свои пускает. Цветочки свои пускает, но... Жалко. Это у меня самая крупная была розеточка. Вот она цветает. Это вот даже не раскрылось. Я не понимаю, почему она... Не раскрылась, что это розеточка. А эти, смотрите, как. Розовеньким-розовеньким набирают. Серединки розовенькие стали. Либо подогреваются на солнышке, либо растут. Тоже, смотрите-ка. Сейчас с вами видео снимаю, и с вами прямо... Сам удивляюсь. Вроде каждый день я на них смотрю. А сейчас вот через камеру и прямо... Вообще другой тоже, видите, вот засохли розеточки, которые цвели. Вот они прямо все. Их можно уже убирать. Но я пока не убираю, потому что цветочки еще цветут. Вот вот цветут эти цветочки, и я их уберу. Потом розеточки эти. Десять недель, считайте. Уже середина июля. Два с половиной месяца прошло. С тех пор, как эти молодилки я высаживал. И они только, вот, смотрите, как активно, зато набирают массу. То есть прямо видно, видно прямо, как у них в центрах появляются вот эти вот красотульки. Вот тоже, смотрите, какая. Интересные розеточки, да? О, капустка, капустка. Прямо как эхиверия. Эхиверия прямо, ага. Надо вообще, как будто бы одна. Периметром у него какие-то все маленькие. Ну вот там, вот там, вот, да, вот еще. Вот там такие есть. Это маленькие мохнатки. Маленькие. Мохнатки. Ну, они зато деток дают, вон, отбрасывают. Молодцы. Вот, я говорю, что вот это вот у меня. Правда, это вот сохшее. Это, наверное, не желтый, конечно. Внизу это вот подсыхается. Надо его поливать. Сейчас жара стоит. Вот, крайне мере, стояла жара. Поэтому влага им нужна. Тоже интересный сорт. Разновидность. Вот этот вот тоже должен, скорее всего, в желтизну уйти. Ну, мне так кажется, что уйдет в желтизну. И все намеки на то, что он уйдет. Вот, бордовенький. А, вот, вот, вот этот вот. Я думал, что вот, кстати, вот то, что я заказывал, один из видов, думал, что вот прямо вот этот вот. Потому что этот тоже прямо в желтизну уходит. Такой. Такой мне очень, ну, не очень видно, наверное, что в желтизну. Но мне кажется, что вот он может, может, в принципе, еще, если постоит, то он будет желтые листочки иметь уже. Вот они все-все-все, смотрите, это они загорают на солнышке, загорают. И поэтому цвет, цвет появляется все-таки. Как бы я ни жаловался, но цвет появляется. Красотульки мои. Вот они. Красавицы. Тоже где-то как отбрасывают. Вот что у нас такое. Отцвело. А из центра что-то торчит розочка какая-то интересная. Да? Интересная розочка. Маленькая такая. Засыхают, засыхают. Надо уж тоже их шелушить. Убирать весь этот. Вот они бордовенькие. Ну вот, как сказать, яркие, конечно, бордовые, да? Но это же ведь не красные, как на картинках. Либо они, говорю, все-таки играют с цветом, когда фотографируют. Ну хотя нет, ведь вроде живые снимают сады. Где прямо яркие-яркие, насыщенные цвета. Так, что у нас еще красивое? Вот эти красивые с иголочками, да? Красными. Это более темные расцветочки. Вот та вот маленькая. Махнатик. Здесь зелененькие. Этим любоваться можно бесконечно. У меня еще, говорю, и Хеверии, и Сансеверии. Любуюсь. Все мы вся. Вот я вошел в этот враж, как говорится. Скупаю все. Гуляю. Сейчас уже и стеллаж себе планирую городить еще один. Помимо того, это у нас память о том большой, той большой, красивой розетке. Вот такой, такой сад-огород.